Добрый день! Ну, это вам известно из расписания, поскольку вы на эту лекцию шли. Ну, а дальше посмотрим. Начиная с первого слайда, я хочу вас поздравить, что вы одни из первых в мире, не просто так, рассуждаете о том, о клубе Семи. Что значит клуб Семи? Ну, это неофициальное или полуофициальное, так сказать, название группы стран, которые в настоящее время могут своими средствами вывести какие-то космические аппараты на орбиту вокруг Луны, достигнуть орбиты Луны. Вот пока их семь. Причем самый последний присоединился совсем недавно. Ну, об этом мы еще поговорим в процессе лекции, да? Можно задавать вопросы в течение? Задавайте. Если вам это не мешает, мне нет. Вы хотите что-то спросить? Нет, я не могу спросить. На будущем. Хорошо. Итак, начнем. Ну, я начну не с самых последних участников лунной гонки, а так сказать, немножко предыдущей. Этот аппарат Элеро, ну, его переводят, когда на русский язык называют лунный орбитальный разведчик. Ну, мне это не очень нравится, потому что это приобретает какой-то милитаристский оттенок, что разведчик. На самом деле, это, конечно, по-русски я обычно перевожу «изыскатель». Вот когда, ну, есть, скажем, в геологии, в геофизике, есть люди, которые предварительно что-то изыскивают, разведывают. Ну, на самом деле, надо так сказать, чтобы не было такого милитаристского оттенка. Так вот, этот самый Элеро был запущен НАСА в 2009 году. То есть он уже почти 10 лет находится на около лунной орбите и исправно работает. Почему я включаю его? Ну, во-первых, США одна из тех семи стран, которые способны, так сказать, выйти на окололунную орбиту и работать на Луне. Но, кроме того, на борту Элеро находится аппарат, вот который здесь описан, и который был, ну, называется он Лэнд. он был сконструирован и в основном изготовлен в ИКИ и в Дубне, но и при участии КАИШ, который вы там тоже видите, ну, и ляда американских НАСА-вских организаций. Этот аппарат, ну, чтобы не вдаваться в физику, потому что это сложно и долго рассказывать, предназначен для того, чтобы обнаруживать области в полярных районах Луны, где сосредоточены отложения, ну, скажем, водных льдов. Так, мы потом поговорим более подробно, что это за отложения. Вот как выглядит это на карте. Вот, вот здесь вы видите, вот эти синие области, вот так выглядит эта карта. Так что вот Элеро, это не только НАСА-вский американский аппарат, ну, в том числе здесь и наше участие, я имею в виду российское, российских ученых. Ну, кроме просто наблюдений, здесь этот аппарат полностью снят. И главное, что вот есть такая пассивная, последняя ступень ракеты-носителя, которую использовали также для научных целей. Было решено эту ступень носителя сбросить на лунную поверхность. Естественно, что при падении поднимется, как предполагали, облако. И вот анализировать это облако будет следующий аппарат, который за ней полетит. Ну, а дальше увидим, что... Ну, здесь повторение, значит, что в ИКИ, в Институте космических исследований, в основном был изготовлен вот аппарат ЛЕНД. Вот он, обратите внимание. Это у меня плохо, но не важно. Вот стрелочка указана, вы там видите, так, с четырьмя такими характерными окошками аппарат. Это и есть ЛЕНД. Вот его устанавливают в сборочном цехе. И через него и проходит всё наблюдение. И благодаря... Я опять-таки не буду вдаваться в технологию, в физику этого дела, потому что впереди ещё много нам рассказывают, да? Вот... Благодаря съёмкам с этого аппарата было обнаружено, что... Ну, здесь Южный полюс. Показан вот Южный полюс Луны. А рядом недалеко кратер Капелл. А синие области — это максимальные области содержания. Продолжение водорода. И как предполагали... Ну, и правильно предполагали, что водород показывает, что это не просто H, а это H2O или OH. То есть то, что связано с льдом или с водяным льдом. Так вот, по данным ИКИ, значит, был выбран кратер Капелл. Куда и сбросили ракету-носителя. Последнюю ступенью. Вот этот драматический момент. Вот ракета летит к вне, а следом летит аппарат, который будет наблюдать результат. Ну, а дальше вот результат. Так, здесь вот такое светлое пятнышко. Ну, вы видите, вот 10 километров масштабная линейка. Это облако, которое было поднято в результате падения довольно массивного объекта этого. Ну, а здесь показано, что было в выброшенном облаке. Ну, конечно, осколки породы, а затем пары воды, и под влиянием ультрафиолета появился OH, собственно, который был зафиксирован. И стал, так сказать, индикатором того, что мы видим, в конце концов, действительно ледяные отложения. Ну, еще раз эта картинка. Южный полюс, кратер Кабео. Вот эта точка, куда блок Центавр был сброшен. Ну, и перечисление организаций, которые участвовали в этом эксперименте. ИКИ, Дубна, ГАИШ и далее ряд американских организаций. Но самое интересное, как мне кажется, я надеюсь, что вы это тоже со мной согласитесь, что когда стали вот это облако анализировать более подробно дистанционными спектральными методами, то казалось, что это не просто OH или не просто, так сказать, водяной лед. Вот здесь Энтони Палапрет, который руководил, ну, был PI, то есть руководитель вот этого эксперимента Cell Cross. Экспериментом Cross это как раз вот падение последней ступени ракеты-носителя. Ну, и далее тут вы видите кратко изложены результаты. Ну, я просто обращу ваше внимание на выводы, которые вот Энтони говорит, что это не просто вещество межзвездной среды, а вот эти вот соотношения более близко отражают распространенных таких молекул в горячих ядрах галактик. Вот наша маленькая Луна, которая сравнительно недалеко от Земли находится, так сказать, по сравнению даже с Солнечной системой и прочее. И что мы здесь видим? В результате вот какие-то следы молекул, которые относятся к ядрам галактик. Ну, и далее здесь более подробно. Сколько было обнаружено килограмм угарного газа, водорода, кальция, ртуть и магния в этом облаке, натрия, аммиака, даже серебра угарного газа и серебра. Ну, это публикации где. Были подробно изложены результаты эксперимента. Что добавил в данном случае ГАИШ? Значит, вот перед вами схема приполярной области, приполярного района. Это кратер Кобео. Это точка, куда была сброшена ракета-носитель, последняя ступень ракеты-носителя. Вот синим показаны так называемые холодные ловушки. Что значит холодные ловушки? Ну, скажем так, вот представьте себе полярную область. То есть, это, так сказать, некая сфера. И если эта сфера освещается Солнцем не сверху, а косыми лучами, фактически скользящими вдоль поверхности Луны, то любая ямка, даже самая небольшая, оказывается в глубокой, а зачастую постоянной тени. То есть, там, в этой тени, естественно, возникают и долго держатся низкие температуры. Вот эта холодная ловушка. Туда и как раз сваливаются газообразные вещества, которые могли бы распространяться в окружающем космическом пространстве. Но здесь очень низкие температуры их собирают и удерживают. Ну, а далее вот мы посчитали, что значит в числах. Ну, это сам ударный кратер, который образовался в результате падения ракет-носителя. Из него было выброшено, ну, по оценкам, от 140 до 300 килограммов вещества. Ну, а вот дальше мы считаем запасы воды на Луне. Значит, общая площадь холодных ловушек в кратере, вот именно этих, это 530 квадратных километров. Ну, легко посчитать. Далее можно оценить общую массу водяного льда. Она оказывается 18 тысяч тонн. Согласитесь, это немало. А если вообще собрать все холодные ловушки вокруг полярной области, вокруг полюса, то получается, что в южной полярной области Луны запасы ледяных отложений могут достигать от 100 тысяч до 200 тысяч тонн. Вот вам и сухая Луна. Мы всегда говорили, что Луна, она безводная, она сухая и вообще. Ну, согласитесь, что вот такие, это уже почти океан. Но это еще не все в данном случае. Откуда появились вот все эти отложения газовые, водяные и прочее? Это не внутренние процессы на Луне, но это легко установить, поскольку наверх выходят, ну, выходили лунные лавы, так сказать, их химический состав можно узнать. Поэтому довольно уверенно можно сказать, что это все появилось извне. То есть это в основном кометы, падавшие на лунную поверхность. Своё вещество оставляли на поверхности. Вот это вещество частично рассеивалось, а частично скоплялось в холодных ловушках, ну, вот образовывало те запасы, о которых мы говорим. Но далее вот какая интересная вещь, что эти в основном долгопериодические кометы, гигантские кометы, ну, например, такие, как комета Хейла-Бопа, она была видна вблизи Земли в 1997 году. Они появились из облака Оорта. Ну, это вроде бы очевидно, прослежено путь этих долгопериодических комет и так далее. Но! Вот появились исследования, которые показывают, что около 90% населяющих облака Оорта комет по всей видимости образовались вне Солнечной системы. То есть это вещество не Солнечное, а это вещество других звёзд, других галактик, может быть, и так далее. Следовательно, опять возвращаемся к нашей незаметной маленькой Луне. Оказывается, с Луны мы можем дотянуться до других звёзд и даже до других галактик, имея в виду вещество и химический состав этого вещества. Ну, ещё одна оценка, касающаяся кометы Хейла-Бопа, о которой я упоминал. Ну, здесь просто сколько может такая вот комета, если она упала на Луну? Сколько вещества она доставила на лунную поверхность? Ну, вот моделирование показывает, что в лунную среду может попасть около 0,1% массы всего вещества. Немного ведь, правда? А если вот взять массу ядра, кометы, то получится, что на каждый квадратный километр лунной поверхности приходится, то есть будет осаждено 50 тысяч тонн кометного вещества. Согласитесь, это уже серьёзные цифры, это, так сказать, не что-то эфемерное. Ну, и дальше, поскольку мы говорим о перспективных исследованиях, вот, я, так сказать, поставил такую дилемму, я не знаю, как сказать, что вот на Луне есть межзвёздное вещество. То, что я пытался показать. Ну, а дальше, что мы так будем делать? Но, я надеюсь, что вот, что получится. По программе, которая сейчас работает в нашей стране, готовится к запуску очередная станция, посадочная станция. Ну, условно она будет называться, наверное, Луна-25, потому что последняя станция, которая садилась на Луну и доставляла лунное вещество с Луны, это была Луна-24, правда, это было очень давно, ну, в историческом масштабе, может, и не очень давно, в 1976 году, но всё-таки, согласитесь, давно. Так вот, эта станция должна в ближайшем будущем сесть в полярные области и она будет оборудована бурильным устройством. Ну, а дальше теоретически мы полагаем, что есть изолирующий слой покровный, который вот эти вот низкотемпературные отложения сохраняет, поскольку если там солнечные лучи хоть и немного попадают, чтобы они не рассеивались от высокой температуры, нужен какой-то слой. Ну, вот, если этот слой, он небольшой, наверное, по нашим оценкам от полметра до одного метра. И тогда, пробурив этот слой, Луна 25 дойдет, но до чего оно дойдет, посмотрим. Будет ли это вещество других звезд, других галактик, во всяком случае, это внесолнечное вещество. Вот это можно сказать наверняка. Ну, здесь я просто решил похвалиться перед вами, поскольку ГАИШ участвовал во всей вот этой программе ЛРО. И удачно было, она была выполнена по всем параметрам. Директор НАСА решил отметить всех участников вот такими личными благодарностями. Ну, вот такую благодарность директор, тогдашний директор, сейчас другой, а это было, ну, соответственно, раньше вот выдал и мне за участие в этой работе. Ну, а дальше мы-то не останавливаемся на том, что было сделано на ЛРО. Мы хотим продвигаться дальше и смотреть дальше. Ну, а дальше вот что, как мы думаем, надо предпринять. По нашим оценкам многочисленным, по-разному выполненным. На лунной поверхности есть видимые следы от падения комет. Ну, о тех комет, про которые мы говорим, которые доставляют якобы на Луну, значит, внесолнечное вещество. Как они могут выглядеть? Ну, вот на Луне такие для Луны ну, совсем не характерные образования, как вы видите. вот эти вот диффузные структуры, они яркие с одной стороны, то есть имеют повышенное альбедо, а с другой стороны, ну, они не вяжутся с рельефом, то есть это понятно, что они не из глубин появились, не связаны с рельефом, они явно появились извне. петля. Ну, вот, мы подобрали такие примеры, скажем, вот масштаб этих образований пять километров, такой вот, ну, вот в море мечты вы видите образование, которое мы назвали закрытая петля, ну, в том же море мечты, в море краевом, также есть образование открытой петля, ну, несмотря на эти названия, согласитесь, что для Луны вот эти вот диффузные структуры какие-то, это очень необычно, ну, мы привыкли есть кратеры, там, моря и прочее, прочее, а вот, оказывается, есть и такие необычные детали, так вот, наша перспективная задачка, можно подробнее исследовать, а что это такое, ну, была у нас работа над диффузной структурой, которая называется Рейнеркамма, она находится на видимом полушарии, то есть, наблюдается земли, поэтому, договорившись с астрономами из французской обсерватории ПИК-Ди-Би-Ди, вот, мы провели такие наблюдения, получили в различных спектральных областях, ну, вот, как вы видите, она выглядит вот так, но, даже не вот эти интересные внешние детали, тут, я бы сказал, сенсационные, а скорее, вот этот вот снимок, вот, обратите внимание, ну, это обычная картинка, внизу, слева, ну, обычная фотография, вот это яркое образование Рейнеркамма, названа она так, потому что рядом кратер Рейнер находится, вот Рейнер, поэтому, вот это образование назвали Рейнеркамма, ну, и вот указывается две характерных точки, а далее мы имели, ну, совместные, там, обсуждения с Донором Гэббелом, это обсерватория Ресиба, Генбэнк, радиообсерватории, которые сделали радиолокационные изображения этой области, области Рейнеркамма, они работали на длине 13 сантиметров, на длине волны, разрешение у них было очень высокое 20 метров, и вот этот снимок, и где у нас Рейнеркамма на этом снимке, Рейнер на месте, Мария и другие кратеры на месте, а вот этого образования нет, ну, если сравнить с длиной волны, ну, как правило, считается что проницаемость радиоволн это 10 значений длин волн, да, если мы здесь имеем 13 сантиметров, так сказать, эффективное значение длины волны, то есть проницаемость это метр или где-то немного больше метра, то есть вот это вот диффузная структура, ну, и предыдущие, наверное, тоже, о которых мы говорим, еще раз подтверждает вот эти данные, что это внешнее образование, это толщина, ну, как сказать, да, толщина, там метр с лишним, всего лишь, но образование это очень большое, это порядка вот 100 километров, если вот так считать, вот сравните и тут, так сказать, в чем изюминка вся, что очень обширное образование 100 километров, а глубина-то ее всего лишь один метр, ну, это дальше, это, так сказать, для будущего, ну, и эти задачи, и другие, дальше я уже перехожу к другим, не к нашим, не к гаишевским вопросам, да, ну, мы так считаем, да, что это комета, которая даже не ударная, тут был процесс, не ударный, а скорее, да, пролетный, и, ну, вы знаете, комета обладает газовой оболочкой, комой и хвостом, в котором, так сказать, сосредоточено много пыли и много газа, и вот если это пылевое, газопылевое образование, так сказать, чиркнет по лунной поверхности, вот вам получается, но это пока мы так думаем, это еще, ну, как маленькая, вот, сама комета, там, ну, перед этим смотрели Хэлла Боб, там она имеет довольно, ну, серьезное ядро, порядка, там, ну, десятки, скажем так, десятки километров, вот, но это все очень низкой плотности, да, это не камень, не лед монолитный, а это вот все такое, ну, понятно, да, вот, очень низкой плотности, и поэтому отсюда все может получаться, так вот, я возвращаюсь, значит, к тому, что сейчас наша руководящая организацией, которые руководят космическими исследованиями, приписывают вот что, в марте шестнадцатого года была утверждена правительством космическая программа российская на 2016-2025 год, вот на этот период, она включала, ну, конечно, не отдельные эксперименты, так сказать, направления, вот, но, во всяком случае, она включала, по крайней мере, три крупных направления, это посадка автоматов в районах, вот, которые мы выберем, скажем, те же самые диффузные структуры, это орбитальные автоматы, которые, ну, ясно, дистанционно определяют характер поверхности, и ближе к 25-му году, и уже за пределами 25-го года, это пилотируемый полет, это создание корабля для космонавтов, который будет уже осуществлять полеты к Луне, ну, вот здесь показаны, но это не очень доброкачественный получается кадр, номера-то Лун здесь показаны, ну, Луна 25, я говорил, это то, что должно быть вот сейчас, затем, Луна 26, это спутник, Луна 27, посадка и поиск водяного льда с глубины до двух метров, Луна 28, доставка на землю лунного грунта, и Луна 29, это новый, более тяжелый, более сложный луноход, ну, вот эти цифры, они все останутся, а вот насчет годов, которые здесь приписаны, увы, но это не моя ответственность, обращайтесь к товарищу Рогозину, который вот сначала объявил эти, значит, ну, вот эти, ну, вы видите, я не буду повторять, эти даты, которые сейчас сдвинуты, и Луна 25 по последним, так сказать, планам, она будет уже в 2021 году, то есть, даже не в следующем, а через год. Ну, а если говорить о пилотируемых кораблях и о пилотируемых полетах, то здесь более сложная ситуация, ну, я не берусь характеризовать все, поскольку вы понимаете, что я работаю не в правительстве, поэтому там что Рогозин решил, что решил Медведев и как они там договорились развивать космические исследования, сложно сказать. Вот, до недавнего времени вот были такие установки, что вот этот корабль, который назвали Федерация, вот его назначение здесь написано официально, которое назначение выдано, это назначение пилотируемого транспортного корабля, это полеты к Луне, доставка людей и грузов до Луны. И первый полет был намечен на 21-й год. Ну, вопрос это я уже поставил вчера, когда готовился к нашей лекции, потому что действительно ситуация неясная. Товарищ Логозин объявил, что Федерация вообще неподходящая, вы, наверное, это слышали, неподходящее название, девчачье название, нужно какое-то другое. Ну, если это главная проблема Роскосмоса, как найти недевчачье название для пилотированного корабля, то, конечно, все остальные проблемы более решаемы. Ну, пока оставим все это в таком виде. А, собственно, я хочу дальше рассказать, а вот мы-то придем здесь, как астрономы, которые занимаются умной и прочее. Ну, вот, Валерий Федорович Быковский здесь показывал, к сожалению, буквально там, недели полторы назад он ушел из жизни. Ну, время, конечно, уходит, ничего не поделаешь, но вот в 68-м году была серьезная подготовка к полету на Луну на корабле Л-3 по тогдашней программе пилотированной экспедиции и Валерий Федорович был первым кандидатом на этот полет. Ну, я был каким-то образом к этому причастен. Быковский бывал здесь, в Гаише, рассказывал там многое, к сожалению, я не нашел снимки, где он сфотографирован вот на этом фоне, потом Дмитрий Аксим Мартынов и прочее. Ну, бывал, скажем, у меня дома там. Ну, поскольку я читал в это время вот для группы, которая готовилась на Луну, читал курс лекций, что такое Луна, ну, и так далее, и так далее. Ну, а почему, вот есть интересный здесь момент, почему Валерий Федорович был избран первым, оказалось очень такая необычная вещь, что, ну, вы знаете, Быковский летал вместе с Терешковой, потом он летал еще раз вместе с немецким, первым немецким астронавтом в космос, то есть, он проходил и полный цикл подготовки и реальные условия в космосе. И вот оказалось, что он единственный из, так сказать, тогдашних людей, который, вот, как здесь написано, не чувствует влияния невесомости. Ну, ясно, наверное, вы не будете, так сказать, особенно сомневаться, что, ну, любой человек, попавший в невесомость, он может испытывать какие-то, ну, некомфортные условия в отношении здоровья, потому что мы привыкли к определенной силе тяжести, правильно? Вот, поэтому в невесомости все испытывают разные неудобства. И поэтому есть специальная программа в «Звездном городке» и в институте космической медицины, где вот людей готовят, чтобы они привыкали к невесомости. А вот оказалось, что Быковский не чувствует невесомости. Ему все равно, что значит он был в космосе и что он потом переходил. Кстати, вот, вы, наверное, может обращали внимание, может нет, как космонавты, которые сели на Землю после какого-то полета, вот как они себя ведут. Ведь их достают буквально вот из посадочного аппарата, под руки, под руки берут, ведут, они себя чувствуют не очень-то. А вот Валерий Федорович не чувствовал этого. перемена весомости-невесомости на его организм не действовало. Поэтому, так сказать, когда вот выбирали первую команду для полета на Луну, он был избран первым командиром. Но, к сожалению, время идет, программа Л-3 была закрыта, Быковскому не удалось слетать к Луне. Будем дальше работать. Дальше еще один знакомец, с которым я пробовал провести какие-то работы по пребыванию человека на Луне, который, к сожалению, как вы видите, по датам, тоже недавно ушел. Это американский астронавт Джон Янг, который совершил шесть космических полетов, вообще орбитальных, и, так сказать, к Луне, ну, к Луне он летал в экспедиции Аполлон-10 и Аполлон-16. Ну, вот тут написал он мне лучшие пожелания, поскольку мы с ним тесно общались. Ну, а вот, что я, как я использовал это свое знакомство. Будучи командиром экипажа Аполлона-16, Джон Янг вот на Луне, так сказать, ну, вел себя несколько вольно. Вот, там, ну, обычно, вы, наверное, помните, значит, американцы ставят флаг, там, отдают честь и прочее, прочее. Вот, Джон решил отдать эту честь в прыжке, показать, что он именно на Луне не просто так стоит, вот, а вот он взял и подпрыгнул. А это действительно показательно, потому что, если учесть, ну, все его оборудование, которое на нем, ранец, где система жизнеобеспечения и прочее, прочее, это масса 170 килограммов. То есть, на Земле это вес 170 килограммов. Ну, на Луне силы тяжести меньше. И вот, вы видите, здесь просто, понятно, да, что вот здесь он отрывается от поверхности и висит, как бы, висит. Вот, он подпрыгнул. Ну, оказалось, я нашел фотографию нашу местную, где нашу совместную, оказалось, что мы одного роста с ним. поэтому, я мог посчитать, сколько же, на какую высоту Джон Янг подпрыгнул. Ну, вот, оказалось, это где-то 0,7 метра, ну, примерно, наверное, 1 метр, так, грубо говоря, потому что здесь ямы еще и прочее. вот это один из моментов, ну, может быть, интересный тем, что вот это свой знакомый человек, а в принципе, вот, что мы, астрономы, можем делать сейчас для подготовки лунной экспедиции. Ну, и дальше, вот, то, что, может быть, вы видели, а может, и не видели. Это лунодром ракетно-космической корпорации «Энергия», который находится, ну, сравнительно, недалеко, станция Подлипки, город Королев. Вот, и там стоит, вот, как вы видите здесь, тренировочный макет лунной базы. Ну, снимок это вот, только что здесь, ну, только что снег еще был, видите, здесь, так сказать, лунная база вся под снегом. Но, тем не менее, несмотря на погоду, здесь тренировки ведутся. Вот, очередной астронавт, одетый по космической форме, идет к лунной базе, чтобы выполнить, ну, пока что, наиболее простые приемы, как туда войти, как выйти, ведь на Луне это тоже будет непросто, здесь, не на Земле. Но, во всяком случае, вот этими кадрами я хочу вам показать, что, в общем-то, работа двигается, что, несмотря там на всякие, отодвижение сроков, все-таки, те, кто заняты в этой области, продолжают работать, работу не оставляют. Ну, с одной стороны, мы не будем делать, можно мне продолжать, но если вы устанете, скажите. С одной стороны, конечно, было бы абсолютно целесообразно делать проекты вместе с Соединенными Штатами, потому что и уровень техники, и уровень достижений примерно одно и то же. И вот такой проект Роскосмос-Наса вот два года назад был подписан, где была, это была, был проект около лунной орбитальной станции, которая обращается вокруг Луны, и по тогдашней договоренности в семнадцатом году вот этот блок был записан за Роскосмосом. Почему? Потому что вот здесь вы видите это шлюз для входа в этот блок и вообще в станцию. Ну, и специалисты, которые это обсуждали, они пришли к выводу, вот еще один вход, то есть вот этот вот шлюзовой блок отнесли под ответственность Роскосмоса. Они посчитали, что в этом направлении Роскосмос продвинулся дальше, чем НАСА. То есть вот шлюзование и прочее, прочее. Но пока что все это пока не продвигается. Ну, есть еще у меня один знакомый Харрисон Шмидт. Это член экипажа Аполлон-17, первый, единственный и последний, уж не знаю, как сказать, ученый, который оказался на Луне. Потому что до того все экипажи лунные, они формировались из военнослужащих. Ну, это были или летчики, или подводники. Ну, потому что считалось, что у них, так сказать, здоровье уже подготовлено к таким вот к лунным условиям, поэтому их можно уже прям включать автоматически в экипажи. Ну, и вот только в последней экспедиции в Аполлон-17 Харрисон Шмидт, который был геолог, который был просто университетский преподаватель, попал, так сказать, в эту экспедицию. Ну, здесь вы видите он на луне. Это, ну, такая фотография парадная, когда он еще молодой и красивый. Ну, это вот как выглядит он сейчас. Ну, эту фотографию, эту карту, вот, тут он написал для меня слова, что в будущем мы будем вместе. Почему? Ну, это, конечно, немножко юмор, потому что он говорит, ну, мы же на луне были вместе. Ну, на луне мы, конечно, не были вместе, потому что он был в Аполлоне-17 вот здесь, а я был в команде, которая работала с луноходом-2, а луноход-2 был вот здесь. ну, так сказать, обстоятельства-то рядом, но не совсем рядом. Так вот, от Харрисона Шмидта я получил такую информацию, что в Соединенных Штатах теперь меняется полностью космическая политика. Значит, то, что при Обаме было таким основным направлением, это было полет на астероид. Считалось, вот, полет на астероид и, так сказать, работа с астероидом и так далее. Вот это самое главное, что сейчас надо решать и делать. Ну, вот здесь вы видите, Харрисон Шмидт прислал такую фотографию, вот он сам, он показывает Трампу, тонниту Трампа. Ну, какой-то там куколку, не знаю чего, космонад. Дальше стоит здесь Олдрин, это второй человек, побывавший на Луне, ну, еще, наверное, какие-то более, так сказать, авторитетные люди. В чем вот ситуация этой компании? Они уговаривают Трампа отказаться от программы Обамы, то есть, полет на астероид, и вернуться опять к Луне. Уговорили. Вот, на следующей фотографии, это уже Трамп подписывает указ, и сейчас вы можете найти, ну, в интернете там много материалов, что действительно НАСА дано указание в срочном порядке подготовить, опять все возобновить, и, так сказать, техническую часть, и транспортную часть, и так далее, и так далее, чтобы где-то в 2024 году очередного американца доставить на Луну. Ну, экспедицию, конечно. Но, так сказать, посмотрим, что будет. Переходим дальше. Ну, интерьер вы узнаете, да? А это наш выпускник Янг Сяулу из Китая, который был здесь. Сначала он учился как студент, потом был аспирантом, потом защитил диссертацию, и сейчас в настоящее время работает в Национальном Центре Дистанционных Исследований в Пекине. И вот он участвует уже в китайских. Я перехожу от Соединенных Штатов к работам, которые сейчас проводятся в Китае. Ну, а в Китае, наверное, сейчас у вас у многих возникают вопросы. о новости. Ну, во-первых, это аппарат Чанкия-4, который запущен не просто на Луну, а на обратную сторону. Это, конечно, большое достижение и техническое, потому что это сложная довольно техническая операция, посадить аппарат на обратной стороне Луны. Ну, и научная, потому что вот такое, так сказать, исследование просто на поверхности, на обратной стороне Луны еще никогда не было. Вот куда посадили аппарат. Это карта, которая у нас вышла недавно в Гаиши. Ну, вот здесь вы видите стрелочку, место посадки Чанки-4. это кратер фон Карман. Вот более масштаб другой, где вы видите более, более, так сказать, подробно, куда этот аппарат сел. А вот уже снимки, полученные с этого аппарата. Значит, он состоят и состоит, продолжает работать, из посадочной платформы. Вот она здесь на переднем плане. И из ровера. Вот вы видите, ровер сошел и дальше пошел. И вот уже там виден, так сказать, на каком-то расстоянии от станции. Но самое интересное, конечно, вы сейчас вспоминая или думая об этом, так сказать, эксперименте, думаете о биоэксперименте. Потому что пока что, ну что там будет дальше, пока не знаю, но пока что самым выдающимся это был биоэксперимент на этом китайском аппарате. Но он был небольшой, вот такой вот герметически закрытый сосуд, трудно сказать, ну вот в общем. Он где-то в высоту 18 сантиметров, в ширину 16 сантиметров, небольшой. Но такие, так сказать, устремления, амбиции были очень большие. Почему? Потому что в этом аппарате они поместили лунный грунт, в лунный грунт они поместили то, что может расти. Далее этот лунный грунт смачивался водой, далее этот, так сказать, кусок освещался светом, то есть, ну, так сказать, должна была работать система, которая позволяет растениям развиваться. Ну, и все это снималось на пленку. И, собственно говоря, задача-то была такая, что китайцы, ну, по их уверениям, это где-то 30-й год, они уже готовы сделать лунную базу, обитаемую лунную базу на лунной поверхности. И готовятся они к тому, чтобы сделать автономное вот автономные условия для проживания там астронавтов, чтобы не возить с земли ни воздух, ни воду, ничего, а чтобы было в замкнутой системе вот этот круговорот получения и воды, и воздуха, ну, кислорода, конечно, и так далее. Ну, и вот в этой баночке они и решили такую микромодель того, что они собираются сделать на лунной базе, воспроизвести, то есть, как растения должны были вырасти и излучать углекислый газ, ну, как положено. А другая часть живых организмов должна была поглощать углекислый газ, там картофельные были всякие семена, и в ответ излучать кислород. То есть, вот, так сказать, такой круговорот. Ну, и действительно что-то получилось. Вот это уже снимки, полученные с Луны, и здесь вы видите вот ростки, которые выросли и растут дальше. Это ростки хлопка в данном случае. Но, к сожалению, этот эксперимент длился не очень долго. По заявлениям китайских специалистов, из-за того, что настала лунная ночь, и в районе посадки аппарата температура упала до минус 170 градусов по Цельсию, значит, в общем, всё прекратилось. Это не очень убедительно, потому что, ну, те, кто занимается Луной, знают, что на видимой стороне, на обратной стороне в данном случае разницы нету. днём это в экваториальной области плюс 130 градусов температура поднимается, ночью температура опускается до минус 180. Это обычный, так сказать, температурный перепад, суточный, ну, имея в виду лунные сутки, суточный перепад. Почему у китайцев не было предусмотрено, что ночью будет холодно? ну, мне, по крайней мере, неизвестно. Ну, мало ли, это, в общем, первый, пока что первый такой биоэксперимент, ну, и порадуемся за китайских специалистов, хотя бы, тому, что вот, был росток, который рос, и это, конечно, было очень впечатлительно, когда они, значит, по всем, там, телесетям распространяли вот эти изображения, как у них растет на Луне вот зеленый росток. Но, наверное, могут, будут и повторять. Но, кроме этого, значит, вот этот луноход, он имеет оригинальную по сравнению с нашими луноходами, которые были в 70-х годах. Конструкцию вот у него здесь вы видите систему шасси. Она автономная, здесь шесть колес, и она сама крутится. То есть, для того, чтобы ему повернуться, там, или как-то поменять направление движения, ему не нужно все разворачивать, а ему достаточно развернуть только эту систему. Ну, и здесь еще мы видим вот эту деталь. Это радиотелескоп, с помощью которого китайцы собираются выполнить съемку неба в радиодиапазоне, чтобы понять, есть ли смысл, или, так сказать, можно ли, ну, и все другие обстоятельства, поставить радиотелескоп на обратной стороне Луны. Ну, это вывод давно известный, что на видимой стороне Луны радиотелескоп для наблюдения неба ставить бессмысленно, потому что радиошумы от Земли, они будут гасить все слабые радиосигналы, которые может принять радиотелескоп, ну, а интерес как раз в этих слабых радиосигналах, которые могут приходить от очень далеких областей, поэтому и давно уже, так сказать, были разговоры о том, что если ставить радиотелескоп, то это нужно на обратной стороне, чтобы загородиться самым телом Луны от радиошумов с Земли, ну, вот эта задача будет решаться, наверное, как-то это, так сказать, будет сделано, ну, а пока что, вот, картинка еще одна, где луноход, Юту, это лунный заяц, и Сяуи прислал мне такого вот зайца из сделанного из фарфора с длинными ушами и прочее, который вот живет на Луне. Вот Юту у них, так сказать, это лунный заяц. Ну, пока что вот на этом остановился этот эксперимент, ну, еще раз посмотрите, вот как разворачивался луноход, вот здесь, вот, когда, так сказать, он сам не разворачивался, а просто его шасси, его транспортная система здесь развернула, и он поехал там в другом направлении. Так что китайские эксперименты продолжаются и, наверное, будут довольно успешны. Ну, и мы начали с того, что Клуб Семи, да, ну, вот еще одна из стран, которая упорно и довольно успешно до сих пор лунные исследования выполняет, это Индия, Чандра-Ян-1, этот аппарат, но вот здесь я не буду останавливаться на деталях, это схема, как летал Чандра-Ян-1, будучи спутником Луны, получил там разные снимки и прочее, а сейчас Индия планирует добывать гелий-3 на Луне, поставлены задачи, вот здесь вы видите написано Чандра-Ян-2, а Чандра-Ян-2 это уже аппарат, который опустится на поверхность, в принципе высосет из лунной поверхности гелий-3 и вернет назад на Землю. Ну, конечно, вот он здесь показан, как он выглядит, как он выглядит, луноход, и дальше как он все это делает. но здесь у меня есть свое так сказать мнение и если бы индусы у меня спросили, я бы сказал, что этого делать не надо. Почему? Значит, ну, где-то лет 10, может быть, немножко больше назад эта идея была и у нас развивалась и в Институте ядерной физики этот вопрос тоже поднимался. Что значит, вот, что это все значит? Гелий-3 это такой изотоп гелия, который, если будет участвовать вместе с дейтерием в системе ядерного синтеза, то это будет действительно поворот всей земной цивилизации, потому что эта система не будет давать никаких радиационных отходов, физически нет. Значит, после этого оборота, что получается гелий, который, так сказать, выходит в атмосферу, он и так в атмосфере есть. Вот. И с другой стороны, эта система очень высокий уровень энергетики отдает, то есть выход энергетический очень высокий. Ну, там, я сейчас здесь не стал заполнять, уже мы и так время используем, заполнять цифрами, но где-то там, скажем, не очень значительное число гелия-3, доставленного с Луны и пущенного вот эту вот вместе с дейтерием в систему управляемой энергии ядерного синтеза, может обеспечить все Соединенные Штаты энергии в течение года или двух лет. Вот так это говорится. Ну, и вот когда я был причастен к этому делу, действительно об этом так говорили, и главный инициатор этого был Игорь Николаевич Головин, а Игорь Николаевич Головин это, ну, сейчас его уже нет, конечно, вот тогда, но в начале своей карьеры он был первым заместителем Курчатова. И вот работы над Токамаком, работы над атомными электростанциями, вот это все Головин. И у Головина была вот эта вот идея использовать гелий-3 вместе с Дейтерием и энергию ядерного синтеза воспроизвести. Но вопрос в том, что на Земле гелия-3 нет вообще. он, так сказать, в небольших количествах получается только в лаборатории там при разных химических реакциях. Но вот Игорь Николаевич узнал, что гелия-3 в больших количествах есть в Луне. Ну, вот тут, так сказать, появился я и мне была выдана задача выяснить сколько там в поверхностном слое этого гелия-3, где есть места, где его больше, где меньше, ну и так далее, и так далее. Вот, и эту работу мы проделывали вместе и собирались тогда. Игорь Николаевич собирал симпозиумы с американскими и с японскими ядерщиками, чтобы вот все это обсудить. Ну, вроде бы все было хорошо, но, ну, я там пропущу еще несколько лет и скажу, просто, так сказать, перейду к конце. Вот, недавно в Курчатовском институте отмечалось столетие Игоря Николаевича Боловина. Ну, они там в связи с... чтобы отметить столетие, значит, они устроили симпозиумы и пригласили меня, чтобы я рассказал вот как мы с Игорем Николаевичем насчет гелия-3, насчет лунных ресурсов и все прочее работали, потому что это было, так сказать, было одно из направлений, которым Игорь Николаевич интересовался. Ну, я рассказал то, что было, как все было, а дальше начался скандал. Но не со мной. Я, так сказать, был в стороне, а вот участники, службы, так сказать, сотрудники Курчатовского института ругались между собой, потому что одна группа говорила, что да, нужно, так сказать, продолжать в этом направлении и все прочее. Другая группа говорила, нет, все это ерунда, все это нельзя, и так, а почему нельзя? Ну, пока что я думаю, что это верно. Тем более, что вот я потом имел разговор с Левом Матвеевичем Зеленым, который, ну, вы знаете, директор, бывший директор Института космических исследований, я, в общем-то, он специалист тоже по ядерным процессам. Дело вот в чем, чтобы вот эта реакция Дейтерий-Гелий-3 хотя бы зажглась, не говоря уже о том, чтобы она работала дальше и дальше, нужно обеспечить температуру в 1 миллиард градусов. Ну, пока что никто не берется обеспечить вот в лабораторной установке, в промышленной установке такую рабочую температуру 1 миллиард градусов. Ну, а без этой температуры гелий-3 не нужен. Поэтому, конечно, у индусов есть там свои соображения на этот счет, но думаю, что вот здесь те, кто у нас исследовали эту проблему и говорят о высокой температуре необходимой, что по-видиму не получится, что они правы. Ну, и, наконец, последнее, о которой последнее, так сказать, последний параграф, о котором я хочу сказать, это аппарат, который запущен, вот это седьмой, седьмой член клуба, о котором мы говорим, который стал членом этого клуба всего лишь недавно, 5-го числа. 5-го числа, то есть, вот, три дня назад этот аппарат, сделанный в Израиле, называет себе Решит, вышел на околунную орбиту, то есть, присоединился к клубу Семи, и вот фотографии, которые он получил с орбиты, то есть, это доказательство того, что он на орбите работает, но это еще не все. Еще через два, там, три дня, 11-го числа аппарат совершит посадку на лунную поверхность. Ну, пока что, вот, я не встречал такой развернутой программы, что он будет делать на лунной поверхности, какие задачи там ставится, но, по крайней мере, вот, программа такая, что 11-го числа мы опять вернемся вот, к этой программе, к этому аппарату, вот так он будет выглядеть на лунной поверхности, ну, и там есть какие-то задачи, которые будут выполняться с его помощью. Здесь есть одна очень интересная деталь. Этот аппарат первый, который сделан частной компанией, не государственной, там, скажем, как Роскоус, НАСА работает, а это частная компания, вот, собрались деловые люди, скинулись, и, значит, вот эту программу осуществили. То есть, это первая лунная миссия, которая сделана за частные деньги, за деньги, которые собрали между собой там люди и ее осуществили. Ну, что там будет дальше, я еще раз повторяю, что мы увидим 11-го числа. Ну, наверное, вот, все, что я хотел, так сказать, конечно, это сама тема довольно обширная, и чтобы ее рассказывать, наверное, очень много нужно было бы времени, да, ну, надеюсь, что я вкратце хотя бы так показал вам, что к чему. Ну, а дальше вот меня просили литературу вам какую-то посоветовать. Вот, это литература, которую вы можете найти в нашей библиотеке. Значит, «Путешествие к Луне» уже три издания этой книги есть, если кто заинтересуется, может посмотреть. Есть вот моя книга, книжка, но она небольшая, но там довольно, так сказать, ну, просто изложены эти вопросы, Луна и ее наблюдения. Есть еще очень интересная книжка, которая написана академиком Галимовым, Эрик Михайловичем, вот, «Замыслы и просчеты». Это, я бы сказал, такая критического характера книжка. Ну, вот здесь под заголовки «20 лет бесплодных усилий», то есть, вот он считает, что, ну, это его точка зрения, а может, она в какой-то мере справедлива, что последние 20 лет не было у нас в космосе, а тем более в лунных исследованиях, ничего такого, что подтверждало бы первенство нашей страны, которая, ну, вроде все так считают, что да-да-да-да. Вот, так что я очень советую вот эту книжку посмотреть, книжку Эрик Михайловича. Ну, и такая типа учебника книга моя, которая называется «Современная селенография». Там нет каких-то последних данных вот вчерашнего, позавчерашнего дня, а там просто классические вопросы и классические решения касающиеся Луны есть. Ну, а кто уж очень заинтересовался, вот в космическом, это журнал космической техники и технологии, который выпускается ракетной корпорацией «Энергия». Поэтому вы его не найдете. Ну, он распространяется, конечно, но, так сказать, до нашей библиотеки он не доходит. Но в первом номере прошлого года вот там есть такая статья «Утилизация привнесенного на Луну астероидного вещества экономичный путь к получению космических ресурсов и высокой ценности». Значит, вот издатели этого журнала заказали мне эту статью, и когда она была подготовлена, они поставили ее первой статьей в первом номере журнала. Вот я думаю, что это значит соответствующая оценка. Если кто-то так сказать заинтересуется именно этой статьей, просто можно ко мне обратиться, и я перешлю копию этой статьи. Ну, на этом пока все. Спасибо за внимание. Вопросы? «Семь, Израиль, Индия, Китая, Россия, США. Там Европа, Нет, там еще Япония. Япония. Нет, семь есть. Семь есть, вы чувствуете, Япония. Да, пожалуйста. У меня вопрос связан с исследованием. Понятно, зачем посылается афротический аппарат, да, для исследований уровней, есть конкретно нужные задачи. А вот для чего сейчас пытаются посылать именно людей на потому, что они же только там ничего не сделают, чисто из-за идеологических таких вот причин, а чисто какие-то конкретные научные исследования. Вот китайцы сразу к телескопу пытались, так называемые, но пока мы не научимся возить большие крупные грузы, которые позволят хотя бы 10-ти метров телескоп поставить, 20-ти метров тоже по мнению немножко сильнее, может быть и не так полезно, не так как и с точки зрения вы сказали, что веритые тоже очень много смысла бывает, потому что мы не знаем что с ним делать. Есть какие-то антикотерные научные задачи, что может это сделать? Во-первых, если не вдаваться в подробности нужно учесть такую вещь, как креативность человека. автомат, любой автомат, даже как сейчас говорят о искусственном интеллекте и прочее, он работает в тех рамках, которые вы ему зададите. Вот вы написали программу, заложили автомат, он будет упорно эту программу выполнять, он все сделает и только в рамках этой программы. А если ну там как говорил один остроумный человек, а вот говорит автомат идет ему так сказать на крышу спрыгнула обезьяна лунная, он ее увидит, он ее не увидит и не узнает, хотя так сказать это было точно большое открытие. Ну я не буду к этому астрологию присоединяться, скажу более просто. Вот Харрисон Шмидт, случай Харрисон Шмидта. Значит, Харрисон Шмидт был последним человеком на Луне, но перед ним было еще там несколько. И были автоматы, были сарвейры, были наши луноходы и так далее. И вдруг Харрисон Шмидт обнаружил оранжевый грунт на Луне. А что такое оранжевый грунт? Когда он это зачеркнул, привез, ну там двое их было, и вот они значит ходили по Луне, они уже собирались уходить, и его напарник вдруг сказал Харрисон смотри, здесь чего-то такое непонятное по цвету. Ну Харрисон закричал не трогай, не трогай, я сам подбежал и увидел этот оранжевый грунт. Этот оранжевый грунт оказался глубинным выходом лавовых пород, которых до сих пор не было. Вот автоматы, ну то есть они не только в этом кратере были, они были где-то еще, но автоматы, которые ходили по Луне, и те астронавты, которые не имели такого образования, как Харрис, а просто летчики на реке, для них этот оранжевый грунт ничего особенного не представлял, они проходили все мимо, а Харрис начнет обративно это мимо. ну это вот один только момент, и он там открыл целое направление, что такое глубинные породы на Луне, и так далее, и так далее, и так далее. Вот чем отличается участие космонавтов. Ну, конечно, сложности пилотируемых исследований непонятных. И поэтому сейчас во всех проблемах, вот, и когда мы ставим какие-то задачи американцы, китайцы, никто не ставит задачу постоянного пребывания на Луне. У всех задача вахтовой работы. Вот как у нас на севере вахтовых работают, прилетают, что-то делают с улицами. вот и для Луны решено, что наиболее, ну, чтобы сберечь и силы, и сберечь ну, самих астронавтов, и, так сказать, и меньше затратить на их пребывание. Вот работать вахтовым методом, ну, там, в год, ну, это будет зависеть практически, там, в год раз или в квартал прибывает экспедиция в какое-то место, заранее выбранное, они знают, что там должно быть, вот чего-то там выполняют и улетают назад. Ну, а дальше будет видно, практика покажет, как это будет поле целесообразно. Спасибо. Да, еще вопросы? Ну, замучил я вас, да? Спасибо. Спасибо.